Легенды Ереси Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Мэтью Фаррер, после Дешеа «Ты не обязан этого делать», — произнес Дрейгер, нарушив длительное молчание. И не надо было обладать чутьем Астартес, чтобы ощутить, что сказанное заставило остальных гонщих войны немного расслабиться. Кхарн обвел взглядом собравшихся вокруг него воинов и отметил чувство облегчения на их лицах. Наконец-то хоть кто-то осмелился взять на себя ответственность и высказал то, о чем думали все они. «Ты не обязан этого делать!» Дрейгер ни на что бы не осмелился встать между Кхарном и дверями, но голос его прозвучал достаточно твердо. «Ты не должен этого делать!» Впрочем, отдельные признаки позволяли понять, что спокойствие Дрейгера — напускное. Кхарн не мог не видеть, что дыхание капитана участилось так, словно тот собирался броситься в бой. На шее и гладко выбритых висках воина вздулись вены, изменилось выражение его глаз, плечи ли начали слегка подергиваться, десантник явно разогревался перед дракой, присутствовали все признаки подготовки к сражению. И хотя от Дрейгера исходил резкий аромат пилингового геля, даже он не мог заглушить запаха адреналина и прочих гормонов, выделяемых телами Астартес перед лицом опасности. И он такой был не один. Все собравшиеся здесь были взвинчены. Кхарн также не мог не понимать, что и сам начинает отдаваться во власть собственных инстинктов. Сколь бы ни были мощны системы очистки, но его ноздри до сих пор обоняли кровь, запах которой проник в зал, когда двойные двери отворились в последний раз. Продолжая принюхиваться и смаковать воздух на языке, Кхарн вдруг осознал, что весь корабль погрузился в столь же глубокую тишину, как и то помещение, где они собрались. Полукруглая стена за его спиной выходила на казарменные палубы, и обычно среди колонн широкой приемной залы металлосеха. Возгласы, лязг стальных сапог, мягкие шаги слуг и техноматов, отдаленный треск выстрелов, доносившийся со стрельбищ, тихий гул нового силового вооружения, все смолкло. Повсюду было столь же тихо, как и в огромном зале, за двойными дверями стального цвета, возле которых стоял дрейгер. И противоестественность этой тишины лишь сильнее взвинчивала его нервы и заставляла играть мускулатурой. Кхарн старался не обращать внимания на реакции своего тела, взгляд его оставался холоден. «Являясь капитаном восьмой роты, я оказываюсь старшим офицером на борту данного корабля», — произнес Кхарн. «И обязан поступить так, как требует мой чин, долг и император. Вопрос считаю закрытым, если, конечно, не найдется какой-нибудь нахал, осмеливающийся полагать, будто тут есть о чем спорить». «Найдется», — раздался голос за его спиной. «Это был Джаггер, главный оружейник артиллерийского эшелона. Нам и в самом деле следует поговорить о том, как мы собираемся». Джаггер умолк, искорчив мученическую мину, покосился на двери. «Мы... мы понятия не имеем, чем все это может закончиться», — пробормотал Хорст, командир эскадрильи грозовых птиц девятой роты. И Кхарн увидел, что руки собрата сжались в кулаки и вздрагивают в такт словам. «Стало быть, следует готовиться к худшему. Кому-то из присутствующих, быть может, придется возглавить легион, и...» Хорст умолк на полусловии. Из-за дверей донесся разъяренный вой, более глубокий, чем рев танка, и более мощный, чем пушечный залп. Если в нем и заключался какой-то смысл, то слова были безнадежно искажены стальной перегородкой. Гончие войны умолкли. Для них было привычным выкрикивать клятвы, приказы и даже грязную брань, заглушая рок от орудий, разрывы гранат и виск цепных топоров. Их немало не смущали рев реактивных двигателей грозовых птиц и воинственные завывания всевозможных ксеносов. Но теперь только к Харну хватило решимости возвысить голос над далеким приглушенным воем. «Успокойтесь», — размеренно произнес он. «Я не настолько глуп, чтобы не видеть и не понимать того, что занимает ваши мысли. И каждый из нас должен выразить благодарность Хорсту уже за то, что ему одному достала решимость и Астартес, чтобы прямо высказать все, о чем думаете все вы. Император нашел нашего господина и командира, нашего родоначальника, и сейчас он там. Наш полководец. Тот, кому мы наследуем. Не забыли ли вы об этом? Нет?» Харн поочередно вглядывался в лица братьев по оружию, и гончие войны отвечали ему тем же. «Хорошо. Он избил бы до полусмерти любого, кто посмел бы отвести глаза». Из-за серых, покрытых царапинами дверей, вновь послышался далекий вой. «Слушайте меня внимательно», — продолжил Харн. «Мы делаем только то, что должны. И никто, не какой-то там лорд-командующий, не закованный в золотую броню Кустодис, срывающийся на рычание голос капитана восьмой роты заставил остальных офицеров распрямить спины и внимательно посмотреть на боевого товарища. Никто не сможет встать между гончими войны и их примархом и остаться в живых. Перед одним лишь императором склоняем мы головы, и его мудрость уже была явлена нам, и мы обязаны принять ношу, возложенную на наши плечи». Он вновь перевел взгляд на Дрейгера. Как и Кхарн, тот был облачен в белый мундир с высоким воротником и яркими синими лентами, да и сапоги его, как и перчатки, были выкрашены в церемониальный темно-синий цвет вместо обыденного серого. На воротнике и плечах сияли молнии, герб императора. Эти парадные одеяния означали готовность двух гончих войны к исполнению торжественного ритуала. Все было предельно очевидно. Дрейгер намеревался занять место Кхарна, войти вместо него и погибнуть. «Мы обрели своего примарха», — воскликнул Кхарн и почувствовал, что его голос слегка дрожит. За те долгие годы, что прошли с того дня, как Орден покинул Терру, он неоднократно становился свидетелем тому, как одно могучее создание за другим занимало положенное ему место. Кхарн слышал рассказы о том, как саламандры дожидались, зависнув на орбите пылающей планеты, подтверждение того, что император и в самом деле нашел их примарха. Помнил ледяной взгляд Пертураба, стоящего плечом к плечу с императором в тот день, когда те переправлялись на ново-шендок. И то, как изменились железные воины, увидев своего нового лидера. И всякий легион, трон которого продолжал пустовать, испытывал те же самые томления и скорбь, только нарастающие с каждым прыжком, с каждой новой войной. Быть может, именно у следующей звезды обнаружится планета, где живет примарх. Быть может, именно это одно из многих сообщений, пришедших на корабль, принесет весть о том, что где-то там, во тьме, найден их отец. И вот настал день, когда в казармы Вуэрона прибыла депеша о том, что найден их собственный. Гончих войны, примарх, повелитель, родоначальник и... И вот чем все закончилось. «Мы обрели своего примарха», — повторил Кхарн, «и легион наш пойдет вперед, повинуясь лишь его воле. Мы в равной степени принадлежим и ему, и императору. Все, что мы хотели или планировали, больше не имеет значения. Командор гончих войны обязан встретиться с примархом, и дальнейшее будет развиваться так, как он пожелает. Да будет так, спорить тут не о чем». К тому же, продолжил он про себя, когда Дрейгер отсалютовал и молча подошел к дверям. «Вряд ли пройдет так уж много времени, прежде чем ты отправишься следом за мной». Подумал и сам удивился, даже не столько самой мысли, сколько тому, что она не вызывала ни у кого никаких эмоций. Гончие войны считались весьма импульсивным легионом. Но сейчас в душе Кхарна царили покой и безмятежность. На доле секунды он задумался над тем, испытывали ли те же чувства и другие люди, враги, встретившие свою судьбу под ударами цепных топоров гончих войны, или воины-аукселярии, нашедшие гибель в те дни, когда император еще не запретил легиону казнить союзников, опозоривших себя на поле боя. Дрейгер коснулся панели управления, и двери бесшумно скользнули в стороны. За ними обнаружились бразаически простые широкие ступени, ведущие в темноту. Из мрака донесся очередной раскатистый и глубокий бессловесный рев. Отбросив всякие мысли, Кхарн шагнул вперед, позволяя тьме поглотить себя, и Дрейгер закрыл двери за его спиной. Спустившись по широкой короткой лестнице, Кхарн оказался в просторном помещении, которое должно было служить церемониальным залом Ангрона. Гончие войны бывал здесь и прежде, но сейчас, даже несмотря на то, что большая часть зала затерялась в темноте, все казалось иным. Изменилось самоощущение. Воин понял это, как только шагнул в зал, ставший вдруг таким странным и незнакомым. Впрочем, подумал Кхарн, вряд ли хоть одно помещение могло остаться прежним, после того, как в нем побывал примарх. Гончий войны сделал три медленных, осторожных шага по гладкому каменному полу, давая время своему улучшенному зрению переключиться на ночной режим. Почти все светильники были разбиты и вырваны из креплений. Только кое-где немногие уцелевшие лампы продолжали отбрасывать неровный свет, лишь подчеркивавший глубину окружающей темноты. Слабое мерцание позволяло разглядеть темные потеки и лужицы на полу, но Кхарн не обращал на это ни малейшего внимания. Ему слишком часто доводилось видеть смерть, так что он узнал бы ее даже и без запаха крови, ударившего в ноздри. Ему захотелось оглядеться и поискать своих братьев. Когда император поручил гончим войны это необычное дело, после выполнения которого легиону предстояло направиться на встречу с 37-м флотом у Альдебарана, первым в зал направился Гир, магистр легиона. Затем, когда звуки, раздававшиеся из-за дверей, позволили понять, что он уже мертв, к примарху отправился Кунер, чемпион первой роты, облаченный в парадный плащ и опиравшийся на свой топор, как на посох. Следующим стал Анчес, командир штурмового эшелона. Когда двери перед ним распахнулись, он продолжал перешучиваться с Кхарном, их язнам, не обращая внимания на запах крови, уже витавший в воздухе. Анчесу не был знаком страх. Потом пришел черед Хьязна и двух знаменосцев из его штаба, пожелавших спуститься во мрак вместе со своим предводителем. Они рассчитывали принять на себя ярость примарха и сдерживать его до тех пор, пока Хьязн не сумеет поговорить с ним, не сработало. Тогда Венч, командир старины Гира, настоял на том, что пойдет следующим, хотя командование легионом, а с ним и обязанность предстать перед примархом, должны были перейти к Шенергену из второй роты. Сейчас их спор казался даже в чем-то смешным. Шенерген встретил свою участь всего час спустя после Венча. — Примарх, я покорен твоей воле, — твердил про себя Кхарн, — и никогда не осмелюсь попытаться подчинить тебя себе. Но все-таки, мой новообретенный господин, я очень надеюсь, что ты примешь свой легион, пока в нем еще хоть кто-то дышит. Он вздохнул и направился вглубь зала. На доле секунды ему показалось, будто он слышит какое-то шевеление во тьме, едва различимые шаги и порыв воздуха, напоминающий дыхание. А затем мир вокруг словно взорвался и закружился, а сам десантник силой врезался в колонну и рухнул на спину, задыхаясь от боли. Не успев еще даже восстановить дыхание, он, повинуясь рефлексам, поднялся на одно колено, развернувшись так, чтобы сломанная правая рука и плечо были защищены стеной, и поднял здоровую руку, готовясь отразить следующий удар. Кхарн огляделся в поисках движения, изучая окружающий мрак в инфракрасном диапазоне и через секунду увидел, что на него мчится какая-то колоссальная фигура. Разум взял инстинкты под контроль, и десантник заставил себя прижать руку к груди, а уже через мгновение его оторвало от пола. Воздух вновь полностью вышибло из его легких. Травмированная ключица словно пылала огнем. Не раздумывая ни секунды, Кхарн вскинул колени к груди и превратил падение в ковырок назад. Тренировки, самоотверженность и особенности нервной системы воина Астартес позволили вытеснить боль на задний план, и десантник, приземлившись, тут же принял боевую стойку. Но разум и сейчас сумел взять верх, и Кхарн приказал себе выпрямиться и вытянуть руки по швам. Оглядевшись, он нашел взглядом то место, где лежал после прошлого падения. Но там уже было пусто, не осталось даже температурного следа. Должно быть, то же самое происходило и с остальными. Кхарн поймал себя на посторонних мыслях и поспешил выкинуть их из головы, поскольку, утратив сосредоточенность, начал пошатываться. Он насторожился, услышав, как что-то приближается к нему со спины, и уже открыл рот, чтобы заговорить, когда на его затылке и шее сомкнулись ладони, казавшиеся больше и мощнее, чем даже клешни дредноута. Десантник почувствовал, как его отрывают от земли. Разум, разум сильнее инстинктов. Кхарн заставил себя не брыкаться и не вырываться из захвата. Еще один, и такой же, как остальные. Голос, раздавшийся у его уха, был хриплым, ракочущим, и слова перекатывались, подобно пригоршнее раскаленного песка. Выглядит, как воин, и одет, как воин. Гррр. Хватка, сжимавшая Кхарна, стала сильнее, и десантника затрясло не хуже, чем грозовую птицу, когда-то входит в атмосферу. А потом раздался звериный рык, переросший в оглушительный рев. «Сражайся!» Примарх удерживал Кхарна одной рукой и бросал из стороны в сторону так, что перед глазами Астарта все плыло. «Сражайся!» За этими словами последовал такой удар о стену, что десантник чуть не потерял сознание, а мир вокруг него окутала алая пелена. «Сражайся!» Очередной удар, и в багровой дымке расплылись черные пятна. Руки безвольно повисли и уже с трудом ощущались. Завывающий, оглушительный голос вливался в уши десантника, грубо проламывая себе путь в его сознание и мешая уже и без того спутанные мысли. «Сражайся!» На искалеченном предплечье Харна сомкнулся стальной захват, и на мгновение воин вновь подлетел в воздух. Новый удар спиной о стену, и десантник повис, беспомощно дергая ногами, прижатый к темному мрамору могучей рукой. В голове неожиданно просветлело. Биохимия Астартес помогла унять боль и не дала потерять сознание, выбросив в кровь поток стресс-гормонов, поэтому взгляд Харна был ясен, когда он посмотрел в лицо своего повелителя. Капна жестких, медно-красных волос венчала голову с высоким лбом, глубоко посаженными бледными глазами, скулами, будто бы высеченными топором, орлиным носом и широким тонкогубым ртом. Это было лицо предводителя, за которым люди будут готовы идти на смерть. Лицо учителя, за право сидеть, у ног которого бились бы самые почтенные мудрецы. Лицо короля, перед которым склонятся миры. Лицо примарха. Гнев же придавал ему звериный облик. Ярость изуродовала его, подобно раковой опухоли. Из-за этого глаза примарха казались пустыми желтыми провалами в черепе. Балагородные черты исказились, а рот оскалился, обнажив зубы. И все-таки лицо это казалось неуловимо знакомым. Ведь сейчас перед Харном стоял его повелитель, по образу которого создавались все гончие войны. В этой бронзовой коже, в расположении глаз, в форме нижней челюсти и черепа десантник узнавал своих братьев. Но при этом в голове продолжало метаться назойливое воспоминание о битвах легиона против безумных ксеносов, чьи маски позволяли сплетать из света издевательские пародии на лица Астартес. Запах стал сильнее, и Харн задался вопросом, не может ли Ангрон читать его мысли. Поговаривали, что некоторые из обнаруженных примархов обладают этой способностью. Гигант медленно поднес вторую руку к голове Харна. Даже при столь скудном освещении Астартес мог видеть растрескавшуюся корку запекшейся крови, покрывавшую пальцы примарха. Ладонь сжалась в дрожащий от напряжения кулак, который, казалось, нависал над десантником целую вечность, прежде чем раскрыться в подобии птичьей лапы. К Харну не составило труда поднять, как именно будет нанесен удар. В его глаза вонзятся пальцы, достаточно сильные и крепкие, чтобы проломить кости глазниц и проникнуть в мозг. А большой палец тем временем проткнет гортань. Затем примарх сожмет ладонь и одним движением выдернет всю лицевую часть его черепа, а то и оторвет голову целиком. Конечно, кости Астартес довольно крепкие, и хватит ли Ангрону силы проделать этот трюк? Рассудив, Харн решил, что, скорее всего, хватит. Но удара так и не последовало. Вместо этого примарх пригнул голову. Его оскаленное лицо горгульи все приближалось и приближалось, пока губы гиганта не оказались возле самого уха десантника. Почему? В шепоте могучего воина слышался лязг танков, идущих по гравию. Я же вижу. Для чего ты рожден? Ты создан, чтобы проливать кровь, так же, как и я сам. Ты рожден ничуть не более обычным человеком, чем я, раздался протяжный, озлобленный рык. Так почему? Почему у тебя нет триумфальной веревки? Почему нет оружия? Почему вы умираете столь безропотно? Ты хоть понимаешь, какая кровь течет у меня в венах? Прижимаясь к щеке десантника, примарх не мог не обратить внимания, что тот улыбнулся и отшатнулся, чтобы посмотреть на Кхарна. Глаза Ангрона на мгновение сузились, превратившись в узкие щели, а затем вновь широко, гневно распахнулись, и гигант вновь силой впечатал воина в стену. Кхарн почувствовал, что сжимающие его горло пальцы дрожат от едва сдерживаемой ярости. Что такое? Почему ты скалишь зубы? Очередной удар об стену. Почему смеешься? В конце фразы голос Ангрона вновь сорвался на всесокрушающий рев, от которого зазвенело даже в ушах Кхарна, даром, что они были куда крепче человеческих. Пытаясь прийти в себя, десантник вдруг понял, что вопрос вовсе не риторический. Ангрон ждал ответа. Я... Кхарны сам услышал, насколько хрипло и слабо звучит его голос. Я горжусь собратьями по легиону. Десантник сглотнул, чтобы попытаться смягчить пересохшее горло, перед тем, как продолжит говорить. Но раньше, чем он успел сделать вдох, его оторвали от стены и отбросили в сторону. Описав в полете длинную дугу, он упал на чей-то остывший, изуродованный труп. Набрав воздуху в легкие, воин ощутил сильный смрад крови и кишок. Определить, кому принадлежит тело, Кхарн не сумел. В такт рычащему дыханию зашлепали по каменному полу босые ноги Ангрона. Затем примарх прыгнул и приземлился на корточке возле пытавшегося подняться десантника. На сей раз могучая ладонь сжалась на лице Кхарна и заставила того принять полувертикальное положение так, чтобы он смог смотреть примарху прямо в глаза. — Гордишься? — Ангрон пошевелил губами, будто что-то пережевывая. — Твои братья не воины. Никто из вас не желает сражаться. Почему вы? Схватившись одной рукой за голову, Ангрон с трудом выдавливал из себя слова. — Как ох! Как может! Н-н-н-н! Схватив Кхарна за тунику, он поднял его и снова бросил на пол. Чьи-то изодранные останки брызнули кровью, когда Астартес упал на них сверху. — Никакой гордости! — проревел Ангрон. И Кхарну подумалось, что примарху и голоса вполне хватит, чтобы окончательно переломить ему все кости. Не было никакой гордости в тех безмозглых и безвольных братьях, что приходили сюда. Тупые, отрешенные взгляды, точно у валов на бойне. Ни один не сражался. Мои братья, мои братья и сестры. Ох! Рука, сжимавшая грудь, Кхарна убралась, и когда в его глазах немного прояснилось, он поднял взгляд. Ангрон больше не смотрел в его сторону. Примарх сидел на корточках, прижимая ладонь к лицу. Он что-то говорил, но его голос, хотя все такой же громогласный, стал неразборчивым, и в нем прорезался четкий акцент. Кхарну пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. — Мои бедные воины! — бормотал Ангрон. — Мои утраченные братья! Опустив руку, примарх посмотрел Кхарну в глаза. Во взгляде гиганта все еще читалась ярость, но теперь она была сдерживаемой, подобно огню в печи, а не пылала прежним алым пожаром. — Твои братья, — устало произнес Ангрон, — не похожи на моих. Кем бы вы ни были. Кем бы вы ни были, Кхарну понадобилось несколько секунд, чтобы эти слова дошли до его сознания и оформились в понимание. Он не знает. Но как это может быть? Не поднимаясь с пола, гончий войны судорожно вздохнул. — Мое имя Кхарн. Я воин. — Нет! — кулак Ангрона впечатался в пол рядом с головой Кхарна. Осколки растрескавшегося камня вонзились в чоку десантника. — Не воин! — нет! Одного из легионов Астартес, великого союза боевых братьев, стоящего на службе. — Нет! Мертвы! — взвыл Ангрон, запрокидывая голову, и на шее его вздулись вены. — Ох! Все мои воины мертвы! Мои братья! Мои сестры! — Возлюбленному императору, — продолжал Кхарн, стараясь говорить уверенным, спокойным голосом, и подавляя в душе предательское желание умолять и плакать. — Владыке человечества, нашему командиру и предварителю, чью? Услышав про императора, Ангрон затрясся в ярости и вновь запрокинув голову, завыл во тьму, подобно дикому зверю, заставив Кхарна испуганно замолчать. Потом, двигаясь со скоростью змеи, примар схватил его за лодыжку и легким движением руки подкинул в воздух. Времени, чтобы извернуться в полете или хотя бы приготовиться к падению, не было. Кхарн только и успел, что обхватить голову руками, прежде чем врезался в стену и комом повалился на пол. Сквозь красновато-серый туман в голове он услышал, что Ангрон продолжает сотрясать зал оглушительным, бессловесным воем. Кхарн чувствовал, как у него внутри все покалывает и подергивается, дополнительно имплантированные органы пытались починить его тело. По всей видимости, Ангрон что-то серьезное ему повредил, и для лечения этих травм наверняка понадобится помощь апотекариона, подумал гончий войны. Если, конечно, не выйдет так, что им останется только гадать, какие из этих останков принадлежат именно мне. Он мысленно, мрачно улыбнулся. Это придало ему сил, чтобы со стоном приподняться на локтях и коленях. Тут же на спину точно кузнечный молот обрушилась нога Ангрона, вынуждая Кхарна снова рухнуть на пол. Раздавленная грудина взорвалась болью, и, попытавшись сделать вдох, ясадник почувствовал, как скрипят его ребра, срощенные так, чтобы образовывать броню. — А тебя не так-то просто покалечить, да? — Жалкий ты чистокожий! — послышался голос возвышавшегося над ним Ангрона. Примарх отрывисто выплевывал слова, одно за другим. И кому же пришло в голову создавать воинов, не желающих сражаться? Твоему паскудному, сволочному полководцу, водкому! Организм Кхарна ощутил нехватку воздуха в легких и подстроил метаболизм под сложившиеся условия, чтобы более экономично расходовать кислород. Десантник почувствовал, как сжимается третье легкое, переходя на новый режим, и мягкий жар в животе, когда аолитовая почка заработала быстрее, стремясь вывести избытки токсинов из крови. Он посылает слабовольных, трусливых, чистокожих подыхать ради него. О да, я хорошо знаком с людьми его сорта! Слова Ангрона сливались в непрерывное рычание. Их руки никогда не знали теплокрови, раны не портили их кожи. Черепа их не ведали гвоздей палача, и языки, которые... Давление на спину Кхарна уменьшилось, у Ангрона просто не было достаточной опоры, чтобы продолжать удерживать десантника. И к тому же вторая его нога начала скользить. Неожиданно тяжесть полностью исчезла, и Кхарн судорожно втянул воздух всеми тремя легкими, но примарх ударом ноги перевернул его на спину. «Вас не убивает то, что убило бы простого человека!» Несколько секунд Ангрон постоял неподвижно, возвышаясь на десантника, подобно статуе святого, а затем, пригнувшись и вытянув шею, точно выслеживающую жертву огромная кошка, принялся кружить возле того места, где лежал гончий войны. «Вы переносите раны почти так же кхм!» Ангрон запустил пальцы в свою шевелюру, и Кхарн увидел под ней многочисленные рубцы шрамов. «Так же, как я, и кровь ваша сворачивается, как моя, и пахнет!» Кхарн увидел, как руки Ангрона сжимаются в колуки, как вздуваются буграми мускулы, плечи шеи, и как, наконец, само лицо примарха снова начинает превращаться в гневную маску. Гончий войны медленно и неуклюже сел, а потом встал на дно колена, готовясь к новой порции побоев, но Ангрон пока продолжал просто кружить рядом. «И ведете вы себя так, словно привычно держать в руках железо, а не пустой воздух. Доведись мне сражаться с вами на горячем песке, я знал бы ваши имена, ведь каждый из вас приветствовал меня, как подобает, а потом мы вместе свили бы веревку». Примарх кружил, мягко переступая, и взгляд его давил на Кхарна, подобно стальным оковам. «Неужели вас не заботят, что вы погибаете от рук того, кто даже имени вашего никогда не узнает?» «А должно ли это меня волновать?» — подумал Кхарн. «Впрочем, сейчас некогда было искать ответ на этот вопрос. Сейчас он играл роль просто гонца, чей долг доставить послание, а не вступать в дебаты. Мы — ваш легион, примарх Ангрон. Мы лишь инструмент в ваших руках и всецело принадлежим вам. Прикажете, и мы будем убивать ваших врагов или погибнем сами». На сей раз не было ни удара, ни захвата, ни пинка, а только звонкая плюха, заставившая Кхарна повалиться на землю. «Только попробуй еще раз подшутить надо мной, и я одними пальцами раздавлю твою черепушку раньше, чем ты успеешь договорить». В голосе Ангрона звучало угрожающее спокойствие, казавшееся даже более пугающим, чем его бешенство. «Мои воины, мои братья и сестры! О, отважные мои друзья, мои братья, мои!» Какое-то время Ангрон просто переминался с ноги на ногу, беззвучно шевеля губами и покачивая головой. «Все пали, пали все, кроме меня, а я...» Руки Ангрона вскинулись. Он заколотил себе кулаками по бедрам и груди, нанося удар за ударом. Ладони со всего размаху хлестали по щекам и губам. В неожиданно установившейся тишине звуки этого самого бичевания и тяжелое дыхание примарха казались преувеличенно громкими. Не имея возможности что-либо предпринять, Харн молча наблюдал за тем, как Ангрон падает на колени, дрожит и подносит к лицу сжатые в кулаки, сведенные от перенапряжения руки. Воцарилась тишина. Но в конце концов, Харн нашел себе силы заговорить. «Мы, ваш легион, нас создали из вашей крови и генов, сотворив по вашему образу и подобию. Мы проделали долгий путь от того мира, где вы родились. Мы проливали кровь и сжигали миры, сокрушали империи и под корень истребляли сотни различных раст, и все для того, чтобы найти вас. «Повелитель, только позвольте мне договорить», — подумал гончий войны, и почувствовал, что в его голос возвращается сила. «Позвольте мне донести до вас наши послания, и тогда моя миссия будет выполнена. После можете поступать со мной, как вам вздумается. Мы отказываемся сражаться против вас, потому что вы наш примарх. Вы не только наш предводитель, но и наш прародитель, наш исток. Что бы ни случилось, я не посмею поднять на вас руку. Не пойдет на это ни один из моих собратьев. Те, кто приходил сюда, были посланцами. Мы здесь ради легиона и нашего, нашего императора». Кхарн внутренне сжался, но Ангрон не показывал никакой реакции на это имя. «Мы пришли, чтобы умолять вас занять то место, которое принадлежит вам по праву рождения». Кхарн попытался подползти к застывшему на коленях сгорбленному и дрожащему Ангрону, но был остановлен с жаркой, волной исходящей от примарха угрозы. Гончий войны тяжело и судорожно вздохнул. Боль от полученных ран постоянно маячила где-то на краю сознания и давала покоя. Кхарн прикрыл глаза, чтобы выполнить серию боевых упражнений, заложенных в него под гипнозом во время обучения на склонах горы Бод и постарался отрешиться от боли. Заодно у него появилось время подумать, и эта передышка позволила успокоиться и заставить себя вспоминать порученную ему задачу так же, как любое другое боевое поручение, будь то возведение фортификации или рукопашная схватка с неприятелем. Он вспомнил о предыдущем задании и об отчетах, поступивших с императорского флагмана до и после того кошмара, которым закончилось их посещение планеты, и вдумался в слова самого примарха. Все в легионе знали, что на поверхности в тот день разыгралось сражение, и Кхарн вдруг испытал приступ ревности, осознав, что все те истребленные к текущему моменту мятежники уже успели прикоснуться к славе примарха, его примарха, что должен был вести. И осознание пришло неожиданно, заставив забыть о боли. «Я завидую им», — тихо произнес Кхарн, — «всем тем, кто сражался бок о бок с вами. И мне жаль, что я не знал их, ведь они следовали за вами на битву. Повелитель, ни о чем другом так не мечтаем я и мои братья, как только возможности сражаться за вас так же, как это делали они». Примарх медленно отвел руки от лица. Он все еще стоял на коленях, спиной к ближайшей лампе. Перед Кхарном вырисовывался лишь его силуэт, но глаза Астартес, видевшие в инфракрасном диапазоне, заметили на крупном лице Ангрона горькую улыбку. «Ты? У тебя же нет ни гвоздей, ни веревки. Одна надежда, что ты, Кхарн, из так называемого легиона, хотя бы шутить умеешь. В этом бы с тобой мы посоревновались». Особенно беспощаден был Йочура. «О, этот паренек был весьма остер на язык». Улыбка Примарха немного стерла горечь с его лица. «Мне часто доводилось наблюдать, как он посмеивается над окружающими. Вначале в клетках, а потом и во время нашего восстания. Он шутил, и все смеялись. Причем громче всех хохотал он сам. И тот, кто стал мишенью для его острот. И это было замечательно. Здорово было наблюдать за ним. Йочура даже поклялся, что умрет, смеясь в глаза своему убийце. Улыбка оставила лицо Ангрона, вновь скривившегося в кровожадной угрюмой гримасе. «И ведь говорил же я ему, говорил, что... Ох!» Кхарн почувствовал, как под ногами содрогнулся пол, когда могучие колоки вновь ударили в него. Гончий войны собирался было что-то сказать, но его прервала ладонь Ангрона. Молниеносно выстрелившая вперед и сжавшаяся на его шее. «Я не знаю, как они погибли!» А трево Примарха в ушах Кхарна вновь зазвенело. Ангрон тряс десантника, точно пустой мешок. «Мы поклялись! Поклялись!» Кхарна замотала из стороны в сторону, а свободная рука Примарха замолотила по полу. Ноздри гончего уловили новый резкий запах. Запах свежей крови Ангрона. Тот разбил кулака камни. «Мы поклялись!» — продолжал Ангрон. Его стон был подобен скрежету рвущейся стали. «Еще на пути к Дэшеа каждый из нас нанес свежий шрам на мою веревку, и я также поступил с ними. Все мы дали за рог, что прежде чем пасть нанесем высоким наездникам такую рану, которая будет кровоточить еще сотню лет». Невзирая на все свои старания хранить спокойствие, Кхарн непроизвольно вскинул руки, когда ладонь на его горле сжалась сильнее. Рану, от которой плакали бы даже их трусливые правнуки. Память о ней должна была бы преследовать всякого, кто осмелился бы вновь посмотреть на горячий песок. Ангрон ослабил хватку, и Кхарн смог набрать воздуху. Гончий войны стоял практически на коленях, с головой, обхваченной с обеих сторон ладонями примарха. «И после всего этого вышло так», — прошептал Ангрон, — «что клятве моей не достало силы». Он опустил руки и позволил Кхарну упасть. «Ведь я не знаю даже того, как погибли мои люди». Открыв глаза, Кхарн увидел, что Ангрон сидит рядом, скрестив ноги, уперев локти в колени и наблюдая за ним. Запах крови примарха уже утратил свою свежесть. Неужели Кхарн терял сознание, или просто утратил счет времени, лежа во мраке? Или, быть может, кровь Ангрона сворачивалась куда быстрее, чем у Астартес? Поразмыслив, Кхарн решил, что и такое вполне возможно. Он вздохнул и приподнялся на локтях, отчего его грудь пронзила боль. «Скажи мне, чистокожий, как вы встречаете свою смерть?» Холодок, прозвучавший в голосе примарха, шокировал на фоне воспоминаний о том разъяренном демоне, что швырял десантника из одного угла в другой. «Обменивайтесь ли вы приветствиями, стоя на горячем песке?» «Или зачитываете свою родословную, подобно высоким наездникам?» «Перечисляете ли вы, как мы, свои победы?» «Поведай, что делаете вы, пока разогревается железо в ваших руках». «Мы» начал было Кхарн, но из-за неудобной позы закашлялся. Тогда гончий войны заставил себя приподняться и встать на колени, а после, несколько секунд пытался отдышаться и унять боль. Хотя Ангрон и сидел, но все равно минимум наголову возвышался над десантником. «Клятва момента», — произнес Кхарн, — «последнее, что мы делаем, прежде чем отправиться в бой. Все мы даем обеты перед лицом остальных собратьев по легиону. Мы обязуемся сделать что-либо во славу императора», — Ангрон зарычал, услышав это имя. «Или ради нашего легиона, или даже самих себя. Остальные становятся свидетелями этих клятв, а некоторые легионы даже записывают обеты, украшая ими свои доспехи. И ты давал подобную клятву, направляясь сюда», — поинтересовал Сангрон. «Нет, примарх», — ответил Харн, хотя вопрос и застал его немного врасплох. «Ведь я не собирался сражаться с вами, и, повторюсь, никто из нас не осмелится поднять на вас руку. Клятвы момента используются лишь для битвы. Значит, вы не даете ритуалу вызова», — пророкотал гигант. «И ступив на песок, вы не спрашиваете имен и не называете своих, ни приветствий, ни демонстрации веревок. Вот, значит, как сражаются те, кто называет себя моими кровными родственниками». «Да, повелитель, именно так мы воюем. Наша цель в жизни — истребление врагов императора, и все, что не служит этой цели, мы считаем излишним. Нам редко доводится встречаться с неприятелем, способным понять ценность имен, не говоря уже о приветствиях и чести. И прошу меня простить, примарх. Но я в самом деле не знаю, что такое веревка». «Как же тогда вы отмечаете свой воинский путь?» В голосе Ангрона прозвучало искреннее замешательство. Но когда Кхарн затянул с ответом, примарх подался вперед и прижал десантика к земле. «Говори, ты жалкий падальщик, осмелившийся насмехаться надо мной, словно какой-то высокий наезд. Ох!» Он вскочил и, вздернув Кхарна за горло, опять бросил на пол. Пока гончий силился подняться, Ангрон встал под одной из уцелевших ламп. Мгновение спустя гигант оглянулся, проверяя, смотрит ли Кхарн, а затем повернулся к нему спиной и раскинул руки. На обнаженном торсе примарха вздулись могучие мускулы. Он обладал широкими плечами и производил ощущение неуклюжего, угловатого человека. Под его кожей скрывались усиленный скелет и удивительные органы, созданные, как гласила популярная среди астарта с легендой из плоти и крови самого императора. Кхарн задумался над тем, догадывается ли Ангрон, кем является на самом деле. От самой макушки примарха тянулась цепочка шрамов. Они спускались вдоль позвоночника, после чего уходили влево, огибая тело, заходя на бедро и убегали на живот. Ангрон повернулся к свету, и Кхарн увидел, что одни шрамы, уродовавшие кожу гиганта, были шире, а другие уже. Кое-где они почти полностью заросли, благодаря регенеративным способностям примарха. Рубцы кольцо за кольцом обвивали тело Ангрона, неожиданно обрываясь возле правой груди. «Триумфальная веревка!» — провозгласил Ангрон. Его рука скользнула по окончанию цепи шрама в более гладкому, менее уродливому, выглядевшему совсем свежим. Харн подскочил на месте, когда примарх с грохотом пушечного выстрела ударил себя в грудь. «Красные ники! Да, Кхарну! В моей веревке были только красные ники! Я такой один из всех нас! Не единой черной!» Ангрона вновь заколотила от припадка ярости. «Я это начал! Я и собираюсь закончить!» — подумал гончий войны. «Но, примарх, трудно сказать, сколько еще мне удастся выдерживать ваш гнев!» Руки Ангрона схватили его за плечи, безжалостно сжимая переломанные кости. Кхарну пришлось стиснуть зубы и изо всех сил напрять шею, чтобы сдержать крик боли. «Я не могу вернуться!» — расслышал он сквозь пелену голос Ангрона и понял, что в нем более не звучит ярость, но одно лишь отчаяние, куда более глубокое, чем все страдания самого Кхарна. «Мне не вернуться в Дэшеа! Не набрать его земли, чтобы сделать черную нить!» Ангрон отпустил десантника и упал на колени. «Я не могу! Ух! Я обязан нанести знак своего поражения, но не могу! Этот твой император! Твой император! Я не смог не сражаться бок о бок с ними, не успокоиться вместе с ними! Повелитель! Я! Мы!» Кхарна ощутил болезненные уколы и жар в животе, когда системы заживления начали заращивать полученные раны. «Легион жаждет познать ваш путь!» «Вы наш примарх! Но пока еще нам многое неизвестно, и я не знаю!» «Нет, конечно же, стервятник Харн не может знать! На тебе ведь нет даже триумфальной веревки!» Гончий войны стоял, устремив взгляд в пол, но прекрасно различил насмешку, прозвучавшую в голосе Ангрона. «Каждый бой, который ты пережил, означает новую нить в веревке! Победа — чистый шрам! Красная нить! Потерпев поражение, если, конечно, останешься жив, ты должен взять горь земли с того места, где бился, и втереть ее в надрез, черная нить! И Кхарн, на мне только красные!» Ангрон опять начинал размахивать руками. «Но этого не заслужил!» «Я понимаю, повелитель!» — произнес Гончий войны. «Все ваши братья, братья и сестры, — поправился он, — потерпели поражение. Они погибли, Кхарн, — сказал Ангрон, — все до единого. А ведь мы клялись друг другу, что до последней капли крови будем стоять против армии высоких наездников. Утесы Дэшеа должны были стать свидетелями развязки той битвы, но теперь на моей веревке не прибавятся нити, не появятся их и у остальных». Голос примарха стих до шепота, и в нем послышалась глубокая горечь утраты. «Мне здесь не место, я не имею права дышать, но дышу. И при этом не могу даже взять земли Дэшеа, чтобы сделать черную нить в память о них. Скажи, почему ваш император так поступает со мной, Кхарн?» На некоторое время установилось молчание. Ангрон стоял, закрыв лицо ладонями и склонив голову. На ней, испещенной шрамами, играли причудливые тени. Кхарн заставился подняться, его шатало, но он сумел сохранить равновесие. «Повелитель, конечно, это не мое дело, и я не могу узнать, что сказал бы вам император, но мы...» При этих словах Ангрон поднял взгляд, и Кхарн содрогнулся. Глаза примарха пылали огнем, а зубы оскалились широкой злобной ухмылки. «Да ничего он мне не сказал, о нет! Думаешь, бы я ему позволил? Ты и в самом деле так полагаешь?» Ангрон пришел в движение. То попадая в свет лампы, то вновь скрываясь во тьме, его голова постоянно покачивалась. «Я прекрасно помню, что произошло. Я был там и видел, как убийцы высоких наездников появились в дыше за моими братьями и сестрами. Я знал, я все понимал. Ох!» Примарх скинул руки, точно пытаясь схватить воздух. «С ним были и его братья, личная гвардия таких же, как он. Все в золоченых доспехах, строящие из себя высоких наездников, хотя их ноги топтали грязь, а потом они направили свое жалкое оружие на меня». Ангрон прокрутился на пятках, подскочил к Харну и толкнул в грудь. «Они посмели поднять на меня оружие! На меня! Они! Они!» Примарх запрокинул голову и сжал виски ладонями, словно стараясь удержать мысли, бурлящие в его мозгу. Постояв так буквально секунду, он метнулся вперед и обрушил кулак на каменную стену за спиной Харна. Во все стороны брызнули осколки. «Одного я достал!» — процедил Ангрон. Он опять начал метаться, отдаваясь волне ярости. «Хотя так и не сумел дотянуться до этого вашего императора. Ох!» Его голос, звучавший в моих ушах, был похуже гвоздей палача. Пальцы Ангрона постукивали и скребли металлические снежни, вбитые в его череп. А пристальный взгляд Примарха продолжал сверлить Харна. «Но одного я разорвал на куски, одного из тех засранцев в золотой броне. И у него, как и у всех вас, чистокожих служак императора, не хватило кишок сразиться со мной. Он только и делал, что толкал меня. Толкал туда, куда меня забрали с Дэшея». От этих воспоминаний по лицу Примарха пролегли глубокие тени. «Телепорт!» — понимающий произнес Харна. «Вас телепортировали. Вначале на корабль императора, а потом уже сюда». «Ну, ты-то, может, в этом и понимаешь». Ангрон никак не мог остановиться и теперь отдалялся, так что Харн видел лишь его теплый силуэт в инфракрасном диапазоне. Примарх скинул подбородок и развел руки, словно намеревался обратиться к зрителям на трибунах. «Мои сестры, братья, да и я сам, принадлежали наездникам, что вечно носили эти накидки, делающие их похожими на ворон. Их мерзкие глазки наблюдали за тем, как мы проливаем свою кровь им на потеху». Гигант зарычал, потрясая кулаками над головой. «И ты, Харн, тоже принадлежишь этому своему императору, заставлявшему тебя страдать и использующему этих позолоченных кукол, чтобы они сражались вместо него». Гончий войны отчаянно замотал головой, и это не укрылось от Ангрона. «Вот как!» — пророкотал примарх, и в голосе его опять послышалась угроза. Это напомнило десантнику, что сам он слаб, изранен и безоружен. «Значит, Харн считает меня лжецом?» «Харн готов усомниться в своем примархе ради императора?» Ангрон выпрыгнул из темноты и остановился перед гончим войны, занеся руку для удара. «Признай же, Харн!» — пророчал примарх. «Ведь я прав!» Воздетый к потолку кулак задрожал, но не опустился на голову десантника. Ангрон резко приблизил свое лицо, точно намереваясь укусить гончего войны. «Признай, признай!» «Я видел его только однажды», — произнес Харн. «Это было на Новошендок. Мир 8217. Планета червей. Огромные создания, обладавшие разумом. Омерзительно. Они сражались при помощи металлических нитей, проводящих энергию их тел. Мне не забыть того, как земля под нашими ногами была взрезана этими самыми нитями прямо перед тем, как черви вырвались на поверхность. Каждый из них был толщиной с человека, а в длину даже больше нас. На их головах зияло по три рта с острыми зубами. Они умели говорить прямо сквозь землю, и иногда их голоса напоминали дикие вопли, а иногда бормотания ведьмы. Нам удалось вычислить три покоренные ими системы, выжечь до тла колонии гнезда и установить координаты их родной планеты. И вот мы нашли людей. Людей, давным-давно потерянных для человечества, слепо блуждающих по тем землям, пока черви пировали в своих болотах. Эти твари охотились на людей и даже разводили их, как скот, убивали их. Ангрон прищурился, но кулак его, хотя и был все еще занесен для удара, более не дрожал. Харн смежил веки. Сейчас он вспоминал блеск сине-белых доспехов, гонщик войны, на закате мира червей. Вспоминал непрестанное, выматывающее нервы влажное чавкание грязевых океанов, накатывающих во время приливов на каменистый берег материка. С нами тогда были и железные воины, и Пертураба, высадившиеся вместе с первыми же штурмовыми отрядами, сразу после того, как наши разведчики нашли подходящее место, ровную сухую поверхность. Именно Пертураба придумал возвести укрепление в этих условиях. Если честно, то там и земли-то толком не было. Сплошная липкая грязь, пропитанная токсинами. А под ней затоплены рвы, где легко мог утонуть любой, кто туда угодит. И как же вы победили, требовательно воскликнул Ангрон. Как, если там даже стоять было негде. Мы вооружили часовых высокомощными лазерными орудиями и установили приборы, позволявшие заранее предугадывать приближение червей. Кроме того, мы вычислили, где окопались черви и сбрасывали туда взрывчатку. Пертураба нет равных в земляных работах. Он проложил траншеи, возвел дамбы и осушил грязевые моря, принуждая червей отступать. Создал твердь, где смогли жить те несчастные люди. И вот тогда твари вылезли из болот, чтобы дать нам отпор, и встретились с гневом императора и гончих войны. Как понимаю, ты говоришь о своих братьях, — поинтересовался Ангрон. Именно, — кивнул Кхарн, — гончие войны, двенадцатые легионы Стартос, войны, сотворенные по вашему образу и подобию, примарх. Император видел, как мы сражались в улях Кефика, и дал нам имя в честь белых гончих, которые используются северными воинами Ешка. Мы гордимся этим названием, гордимся и надеемся, что и вы примите его. Ангрон зарычал, но прерывать не стал, кулак разжался. С юга строительную площадку Пертураба прикрывала каменная гряда. Самое близкое подобие гор, какое мог предложить тот мир, и единственное место, способное сдерживать потоки жидкой грязи. Как только черви поняли, что наши инженеры необратимо изменяют облик их мира, они начали сползаться к этой гряде, готовясь нанести нам удар. Тварям удалось скрываться под таким слоем грязи, что никакие приборы уже не могли их обнаружить и незаметно подобраться к нам. Кхарн говорил все быстрее, всецело отдавшись на волю воспоминания о резком, едком запахе отравленной земли и об испуганных криках артиллеристов, под ногами которых вспучился грязевой океан. Ангрон отступил назад, склонив голову и внимательно вглядываясь в собеседника. «Впервые черви набросились на нас такой волной», — продолжал Кхарн. «До того они изредка атаковали границы строительной площадки и нападали на бригады рабочих, трудившихся на насосах и землечерпалках. Прошло уже несколько месяцев, а мы все не предпринимали против тварей никаких серьезных действий, но к тому времени Гир и Пертураба сумели придумать план контратаки, внимательно изучив тактику врага. В тот день заняли позиции на стенах Акведука. Он был построен лишь только наполовину, но уже вздымался к небесам, затем мы принесли свои клятвы и зарядили болтеры». «Болтеры?» «Огнестрельное оружие, очень мощное, оружие Астартес». «Ладно, продолжай, значит черви подползли к площадке». Ангрон смотрел куда-то мимо Кхарна, переминаясь ноги на ногу и подергивая руками. Только теперь гончий войны понял, что примарх проигрывает в уме ход того сражения, продумывая идеальное расположение войск и укреплений. «И что они?» «Так и поперли, словно щенки на оленей рога, идти в лобовую на оборонительные сооружения вверх глупостей. И что же сделали вы?» Кхарн полностью закрыл глаза, чтобы отрешиться от боли в изувеченном теле и выполнить ряд упражнений, помогающих вспомнить события тех дней. «Первая волна тварей вырвалась из грязи, орудая зубами и плюясь нитями», — заговорил десантник. «Они мчались к нам, скрываясь за стеной силовых разрядов. Их тела легко скользили сквозь жижу, а воздвигнутое ими энергетическое поле крушило камни. К нам неслась волна измельченных обломков. Мы делали все, чтобы остановить их. Обстреливали из пулеметов, обрушивали на них снаряды и даже забрасывали гранатами. И вот их ряды дрогнули. А нам показалось, что мы сумели разбить их атаку. Но выяснилось, что твари только отвлекли нас, стягивая основные силы туда, где наша оборона была не столь прочна. Отступив в одном месте, они перешли в нападение там, где мы были уязвимы. Ксеносы клиниями врезались в наши ряды. Чтобы справиться с ними, нам пришлось выйти на грязь, где мы едва могли передвигаться. Благо, хоть в этих местах было не слишком глубоко. А черви уже бросили в бой вторую и третью волну, увлекавшие наших бойцов под землю. Испепелявших их прямо в доспехах, мы должны были выманить тварей на твердую почву, где десантники могли бы маневрировать. К счастью, Пертураба обустроил множество ловушек в своей земляной крепости. Фальшивые стены, прикрывавшие друг друга огневые позиции, простреливанные берега дренажных каналов. Ангрон одобрительно кивнул. Его взгляд блуждал во мраке, словно примарх видел перед собой высокие глиняные стены, озаряемые оранжевыми вспышками болтерных выстрелов и синевато-белым заревом от энергетических разрядов, испускаемых червями. Чтобы одержать вверх, мы должны были пропустить тварей в самое сердце наших укреплений и зажатий. Отражая атаки и в то же время отступая на запасные позиции, войска выманили червей туда, где их уже ждали мы, готовясь пустить в ход свои топоры. О, как много там было червей, мой примарх! Харн улыбнулся. В свежих ранах запульсировала кровь, когда пробудившаяся память активировала имплантированные в его тело дополнительные железы. Наши топоры не высыхали целый месяц. При этих словах Ангрон снова зарычал, и его рука описала в воздухе стремительный полукруг, словно он рубил мечом кого-то, кто был много ниже его ростом. К Харну не пришлось даже задумываться. Воинское чутье услужливо отметило положение ног примарха, его баланс, движение рук и плеч, подсказало точку на теле, куда должен был прийтись удар. Не выходя из боевой стойки, Ангрон пронзил собеседника взглядом. А император? Вот ты рассказываешь о войне так, в этой грязи, но ни словом не обмолвился про императора. Небось очередная высокородная скотина. Примарх повысил голос. В его словах звучали издевательские грубые интонации. Он все это время смеялся над вами, заставлял проливать кровь за себя. Признайся же, Харн. Одним стремительным, едва заметным движением Ангрон скользнул вперед и рубящим ударом ладони заставил десантника припасть на одно колено. Император? Харн не смог сдержать улыбку при этом воспоминаний. Император был подобен золотому урагану, обрушившемуся на Новошендек. Черви уже обступили нас со всех сторон, когда он спустился с небес. Сказалось, он несет с собой сияние солнца, прежде скрытого от наших глаз завесой мутного тумана. Подобно маяку, озарил он своим светом все наши боевые позиции. Его кустоди сказались живыми знаменами, а солдаты сплотились вокруг них. Харн снова прикрыл глаза, пытаясь подобрать верные слова. «Скажите, повелитель, в вашем мире применялись гранаты, взрывающийся предмет достаточно маленький, чтобы умещаться в ладони и чтобы его метать? Оружие высоких наездников», — прорычал Ангрон, — «использовать его недостойно воина горячих песков». А теперь, примарх, представьте себе, Харн постарался припомнить ругательство, используемое Ангроном. Глупого чистокожего, сжавшего взведенную гранату в кулаке и ждущего, пока она не взорвется. Только вообразите, как оно оторвет ему запястье, превратит в кровавые ошметки руку и изуродует тело. Так вот, везде, где бы колонии червей не сталкивались с Императора, именно это с ними и происходило. Он не отбрасывал их от стен крепости, нет, не разгромил, он их просто уничтожил, наносил удар за ударом, и даже Пертораба, явившийся туда перед самым финалом... Ты уже не в первый раз упоминаешь это имя, Ангрон неожиданно оказался за спиной десантника. Кто он? Простите меня, повелитель, это другой примарх, один из первых, кого удалось найти. Я как раз только-только стал гончим войны, когда известие о его обнаружении догнало флот. И я еще плохо понимал, что это значит. До меня дошло только тогда, когда я увидел реакцию Железных Воинов, даже сама атмосфера на их корабле изменилась. Мы путешествовали вместе, гончие войны, ультрамарины и Железные Войны. Все завидовали им, ведь они обрели своего прародителя, своего вождя. И вот теперь мы нашли своего. Еще один, еще один. Харна рискнул поднять взгляд. Ангрон стоял спокойно, прижимая ладони к лицу. И скрижища зубами, в попытках сосредоточиться. Он такой же, как я? Нет, не такой примарх, но он ваш брат. Так же, как и вы, он был создан для завоевания и власти. И Железные Войны стали его легионом. Отважные бойцы? О, вполне отважные, ответил Харн. Когда сидят за стенами или в окопах. Стены, прорычал Ангрон. Стены можно разрушить. Вот и мы им так говорим, повелитель. Возможно, вы сумеете. Стены прервал Ангрон. Когда мы впервые покинули пещеры и вышли на камни, еще не песок, то стены чуть не стали для нас смертельной западней. Нашим оружием мы проливали кровь друг друга, но оно мечтало вкусить и чужой. Высокие наездники смеялись над нами. Они смеялись всякий раз, глядя на нас, сражающихся на песке. Они издевались над нами. Подстрекали во время поединка. Примарх размахивал руками так, словно пытался отогнать каких-то назойливых насекомых. Они подбадривали нас выкриками, наблюдая своими сальными глазенками. Все эти голоса, голоса. Ну давай же, мой великолепный Ангрон, неожиданно воскликнул Примарх, пытаясь подражать более высокому и мягкому певчему голосу. Мы тут поспорили, что дюжина врагов все-таки сумеет до тебя дотянуться. Ведь ты не откажешься пролить для нас кровь. Ну хоть раз. Интонации сменились. Теперь гигант подражал кому-то другому. Сегодня мой сын наблюдает вместе со мной, Ангрон. А ты что вытворяешь? Бей крепче, доставь ему радость. Взгляды и голоса. Гвозди палача в моей голове. Жара, дым в моей мысли. На лице Ангрона появился волчий оскал. Как все-таки славно было сражаться без всех этих голосов. Нас попытались заманить в ловушку, но ничто нас уже не могло остановить. Мы сметали любое препятствие, прежде чем они его успевали возвести. Они были повсюду, но мы были быстрее. Каждое слово Примарх сопровождало активной жестикуляцией. Мечась из стороны в сторону, размахивая кулаками, рубя и кромсая воображаемых врагов. Смеющийся Ячура со своими цепями. Кромах, сражающийся Глефой. Ха! Когда-то именно я подарил ему первую черную нить в его веревке. Но потом мы вместе с ним сожгли сторожевые башни. Хазиана! Клестер рассекала воздух своим копьем. О, тебе бы это увидеть, Кхарн! Она была так быстра! Ох! Ангрон сжал ладонями металлические штыри, торчащие из-под грибы волос. Мы шли только вперед, не прячась за стены, ибо за ними нас ждала смерть. Скорость, взаимовыручка и дисциплина. Бесправа на передышку, только вперед, неся погибель врагу. Они сами нас этому и научили. Ох, мои братья и сестры! О, если бы мы только знали, к чему все приведет, если бы только знали! Он рухнул на колени и завыл. Как отважны мы были! Нас называли пожирателями городов. Все горные твердыни полыхали заревом пожаров. Великое побережье окрасилось кровью. Мы предали хозяан огню, Миахор, Уль-Хаим. Не обращая ни малейшего внимания на Кхарна, рыдая и плача, примар вскочил на ноги. Мы разбили их войска у реки под Уль-Хаимом. Мы перевешали на мосту через нее с полтыщи высоких наездников вместе со всеми их домочадцами. Головы царьков жизни плыли вниз по реке, служа предвестниками нашего появления. Серебряная цепь, сплавленная из украшений, снятых с их голов, была намотана на мой кулак. Гнев снова пылал, как пожар. Кхарн подумал, не стоит ли отойти подальше, но отбросил эту идею. Ему все равно не успеть убежать от Ангрона, если тот вздумает атаковать. Примарх в любом случае сумеет найти его в этом зале. Не успел он додумать эту мысль, как Ангрон схватил его за обе руки, раскрутил над головой и бросил на пол. От удара каменное покрытие пошло трещинами. Они заплатили, заплатили, мы заставили их заплатить. Зававая, Ангрон швырял Кхарна из стороны в сторону. А теперь мои братья и сестры погибли. Кто заплатит за них? Едва соображающий, измученный Кхарн почувствовал, как его снова подхватывают и кидают. Заплати за них, гончие войны, заплати, дерись со мной. Что-то тяжелое, должно быть, кулак или колено, ударил одесантика в грудь. И тот, задыхаясь, распростерся на полу. Встань и дерись! Вот и все, подумал Кхарн. Что ж, во всяком случае, я достойно исполнил долг посланника и не посрамил чести гончих войны. Изувеченный воин попытался подняться, но это ему не удалось. Тогда он снова заговорил, продолжая лежать на спине, и голос его был едва слышен. Вы мой примарх и повелитель, лорд Ангрон. Я давал клятвы найти вас и всюду следовать за вами, а потому не могу сражаться против вас. Что ж, если мне предстоит умереть, пускай я умру от вашей руки. Я, Кхарн, склоняюсь перед вашей волей. Дожидаясь реакции Ангрона, он потерял сознание, но вскоре очнулся от острой боли. Его внутренние системы пытались не дать ему отключиться и умереть. Сейчас он не видел и не слышал примарха, но ощущал каменные плиты под спиной и прохладу воздуха, вливавшиеся в его легкие. Затем в пугающей близости от его уха раздался голос Ангрона. Вы и в самом деле воины, Кхарн, произнес примарх. Уж я-то могу узнать воина, когда его вижу. Гончий войны пытался что-то сказать в ответ, но его грудь и горло свело судорогой, не давая произнести ни слова. А этот ваш император, продолжал Ангрон, изо всех сил стараясь сдерживать свой темперамент. Это ему вы принесли эти клятвы. Мы клялись друг перед другом, заставил себя выдавить Кхарн, на его именем и на его знамени. Ему пришлось довольно долго собираться с силами, чтобы продолжить. Мы обещали, что никогда не поднимем на вас руки. Ангрон погрузился в молчание, заговорил только, когда Кхарн вначале потерял сознание, а потом очнулся вновь. Подобная самоотверженность у таких воинов. Голос примарха был тих и порой становился совершенно неразличим. Руки Ангрона вновь сжимали голову. Человек способный, человек, ради которого ваши клятвы, ради него вы готовы. Минуты текли одна за другой. Наконец примарх прогремел. Это помещение. Могу ли я выйти отсюда? Кхарну пришлось немного подумать, прежде чем дать ответ. Мы находимся на флагмане гонщих войны. Это наш самый большой корабль. Он так же, как и мы, полностью покорен вашей воле, примарх, и ждет приказов. Ответом на эти слова было молчание. И Кхарну же чувствовал, что опять начинает оскальзывать тишину и мрак забвения, когда вдруг понял, что его снова поднимают, но на сей раз очень мягко и осторожно. Когда раздался громкий стук в дверь, все переглянулись, не зная, что им делать. Но замешательство длилось недолго. Дрейгер подбежал к панели управления, и когда замки защелкали, открываясь, а створки дверей застонали и скользнули в стороны, он стоял рядом с ними. Остальные гонщие войны изумленно вздохнули и попятились, увидев, как из тьмы возникает гигантская фигура, на секунду застывшая на ступенях, а после вышедшая на свет. Правой рукой примарх поддерживал избитого и два живого Кхарна. Ангрон застыл перед ними, настороженный и напряженный, точно натянутая тетива, сжимая и разжимая свободный кулак. В горле его клокотало. В течение нескольких бесконечно долгих минут каждый десантников поочередно оказывался под его пристальным взглядом, пока Кхарн наконец не сумел поднять голову и не произнес. «Приветствуйте своего примарха, гонщие войны! Приветствуйте того, кто проливал кровь на горячем песке, кто заставил высоких наездиков заплатить за их высокомерие! Приветствуйте своего отца по крови и командующего двенадцатым легионом! Приветствуйте того, чьи воины звались пожирателями городов! Приветствуйте его, Астартес!» И гонщие войны повиновались, руки вскинулись в салюте, зазвучали торжественные голоса, застучали по полу рукояти секир. Десантники обступили Ангрона, молча возвышавшегося в центре образованного ими круга. Они кричали и восклицали снова и снова. «Даже Кхарн сумел найти все силы присоединиться к общему хору голосов. Примарх!» — произнес Ангрон. Он сказал это чуть слышно, но и того хватило, чтобы заставить десантников затихнуть. «Я вновь во главе армии!» — Примарх! — воскликнул Дрейгер. «Повелитель! Пускай ваши прежние воины были пожирателями городов, но под вашим предводительством мы станем пожирателями миров!» Ангрон немного поколебался, прикрыл глаза и сжал кулаки. Но затем он снова посмотрел на Дрейгера, перевел взгляд на Кхарна и улыбнулся. «Пожиратели миров!» — медленно произнес он, точно пробуя эти слова на вкус. «Пожиратели миров!» — значит, так тому и быть, маленькие мои братья. Я научу вас вырезать веревки. Мы будем проливать кровь, и так скрепим наше братство. В этот раз уже никто не отводил глаз, встречая его взгляд. Ангрон вскинул огромный кулак, приветствуя их. «Что же, пожиратели миров, идите за мной! Надо спуститься в мои покои и поговорить!» Молча, поддерживая израненного Кхарна, десантники последовали за своим примархом в пропавшую кровью темноту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok